итак дорогие друзья всем привет всем привет доброе утро я в москве приехал сегодня с утра и сейчас как раз самое близкое было к вокзалу место сейчас проведу урок как меня слышно как не видно что никого в эфире нет давайте мы посмотрим надеюсь что все работает надеюсь что все работает кто-то один у тебя напишите я тоже таки комиссару может привет слышно меня напишите по 10-байной шкале как слышно поставьте две цифры но видно я думаю хорошо как слышно как слышно напишите поставьте цифру слышно или не слышно всем привет на доброе утро напишите кто-то слышно меня слышно сочи с нами все отлично а слышно меня или нет напишите так никто не хочет писать напишите слышно меня или нет я не уверен что меня слышно всем вот оксана совет макарни как понять слышно или шумы шумы значит я попробую может быть без наушника слышно видно да нормально слышно или мне попробовать по-другому снять наушники может быть отлично слышно да слышно все значит продолжаем и тогда изучать притчи светлана шумова наташа глава все слышно отлично сегодня мы находимся в 19 главе 19 глава ну давай попробую сейчас вот так вот может быть будет лучше сейчас а вот слышно меня вот здесь я вот так говорю так слышно и надорма тоже слышно да слышно и так слышно и так слышно и так слышно я буду вот так говорить без наушников и так значит мы находимся в 19 главе в 19 главе и 24 отрывок 23 отрывок мы говорили о том что страх перед богом это был 23 отрывок он ведет в жизни и человек у которого есть страх перед богом он прибудет написано будет он сытый и не посеет его зло валифа катара здесь и человек правильно настроился да у него в жизни надо принимать решения и все время человеку надо принимать какие-то решения и много разных факторов такое значит чек религиозный у него и страх перед богом все я боюсь бога я хочу чтобы все было правильно по торе об и он написано страх перед богом он его вырулить вообще из любой ситуации вырулить его из любой ситуации теперь значит но дальше нам два четвертом отрывке говорит царь соломон следующую вещь там она цалия до бацалахат гам эль пиу ло ешевена что спрятал ленивый руку свою в тарелку руку свою в тарелку но к рту своему он ее не вернет что имеется ввиду есть решение да то есть до этого мы говорили там много замыслов сердце человека замысел бога он исполнится есть решение а есть действие и вот когда человек ленивый что значит он ленивый его тело тяжелое его тело тяжелое он такой ну вот ему ему тяжело вставать тяжело двигаться то есть его внутренняя вот это вот животная сущность да у человека есть то что называется ецарара это это инстинктивное и эмоциональное такое внутренняя животное так на иврите она так называется нефиш боме баемид бэмит это бэмой это животная такое да слова вот потом назвали бегемот это бегемот это такая боема-здоровое такое животное так вот чек который отдал управление своей жизнью вот это вот нефиш бээмид животное душе до своей то это животная душа если он и и знаете есть разные животные также например корова если этого коровы гонять хорошо тренировать, она там с утра тренировка, в обед тренировка, вечером тренировка, то корова становится, можно сделать беговую корову вообще, воспитать себе. А если корова, она лежит такая, как в Японии выращивают этих коров с мраморным мясом, то есть их там подвешивают, она вообще не двигается, ее кормят, 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 чтобы она была жирненькая такая, чтобы ее потом зарезать. Так она ходить не сможет. Поэтому ленивый это тот, у кого вот эта вот животная душа, она медленная такая. И он даже, если он руку засунул в тарелку, у него есть возможности. Жизнь ему дает множество возможностей. Но так как он себя не приучил, как бы под контролем своего сознания, быстро двигаться, да, мощно двигаться, заставляет себя прямо делать правильные вещи, бах, он даже, когда его рука уже в тарелке, то есть ему прямо его Бог привел к возможностям, да, он ее обратно в рот не поднимет из-за своей лени. То есть, понятно, да, идея? Это очень важно, вот это вот поставить свою внутреннюю корову под свое управление. Значит, это был 24-й отрывок, что спрячет ленивый руку свою в тарелку, но даже к рту он ее не вернет. 25-й отрывок. Значит, 25-й отрывок, он, царь Сламон нам говорит, другой принцип, да, вот есть люди. Давайте еще вот чуть вернемся, чтобы было так вот видно, как оно развивается. Значит, много замыслов в сердце человека, замысел Бога он исполнится. То есть, человек, у него мысли, 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 потом он принимает решение, и это решение, реализация этого решения, оно может быть одобрено Богом, может не одобрено. Это божественное проведение, Бог смотрит на все факторы, и, может быть, это решение, оно не реализуется. Дальше, 22-е. Есть у человека стремление к милосердию, ну, то есть, к тем людям, которые просто дают, да, и к Богу. Но лучше бедный, нежели тот, кто обещает и не выполняет. То есть, дальше мы попадаем в мир, когда человек начинает выражать свои мысли наружу. Бывает, человек, у него добрые, хорошие мысли, он кому-то прообещал помочь, там, что-то сделать хорошее, подарить и так далее, но не сделал, не сделал. И не факт, что это его обещание, он хотел как лучше, а мог сделать хуже и себе, и другим. Хотя он хотел сделать как лучше, да. То есть, такое тоже бывает. То есть, внешний мир, он уже не под таким контролем нашим, как внутренний. То есть, что 100% под контролем человека, это его внутренний мир. Это единственное место, куда кроме самого человека никто залезть не может. То есть, люди могут ему говорить, обещать, делать что-то, не делать. Но внутренний мир, он 100% принадлежит самому человеку. Все, что там происходит, это его 100% ответственность, да. Принятие решений, описание реальности, куда ты фокусируешь свое внимание. Ты же не можешь все время быть направленным на одно. То есть, человек направляет свое внимание то туда, то сюда. Это всего 100% ответственность. Дальше, снаружи, уже он попадает в мир хаоса. Как же быть? Как же в этом мире хаоса не бояться, не волноваться? Это нам дает ответ 23-й отрывок. Страх перед Богом ведет к жизни. То есть, ты настраиваешься на хозяина мира. Страх перед Богом – это как труба, как трос, которым ты цепляешься. И дальше через этот трос идет все остальное. И такой человек, он будет сытый и не посетит его зло. То есть, ему нечего бояться, он только боится Бога. Теперь это был какой отрывок? Значит, 23-й. 24-й мы сейчас изучили отрывок, что ленивый, ему Бог дает возможности. Но он их не реализовывает. То есть, дальше человек, его внутренний мир, он сталкивается с его же внутренней ленью. То есть, вот это вот ленивое животное, которое должно выполнять приказы его интеллекта, оно у большинства людей не выполняет приказы интеллекта. И тогда, то есть, до того доходит, что даже он руку просунул в тарелку уже, но он вернуть не может. Дальше теперь 25-й отрывок. Он нам говорит следующее. Значит, 25-й отрывок звучит так, что... Сейчас, мы что-то... А, ло такэ... Вот так вот, сейчас, секундочку, у меня неправильно здесь... Ага, сейчас... Все. Значит так, смотрите. Написано так в 25-м отрывке. Лет стакэ упэти яйрин баухих ленавон явиндаат. Значит, смысл в чем? Вот смотрите. Вот есть, например, царь Соломон, мудрейший из людей, и он нам хочет передать мудрость, божественную мудрость. Значит, он хочет нам передать божественную мудрость, но представьте, это мудрейший из людей. Царь Соломон построил первый Иерусалимский храм. Бог ему там открыл все тайны мира. Он эту мудрость изложил в книге Мишли. Она, в принципе, я ее изучаю самыми такими комментаторами, которые объяснили, что там написано в нюансах. Передаю. Сколько людей на уроке? 40. 40 человек. 40 человек на уроке, значит, в течение дня смотрит там до тысячи просмотров доходит. Но, но... Это же мало. Есть же 100 миллионов русскоязычных людей в интернете. Да, как же так? Почему так мало людей хотят послушать эту мудрость? Потому что у каждого внутри есть вот этот вот Ецерара, злое начало. И оно, в принципе, побеждает, да, зло побеждает. Добро, к сожалению. И что получается? Теперь, каким образом люди, которые являются носителями вот этого божественного знания, каким образом они могут повлиять на других? Здесь нам дает царь Соломон такой психологический, педагогический урок и совет. Он говорит, что насмешника надо бить. Как это насмешника надо бить? Здесь объяснение в Песах, когда есть Лейл Седер. То есть каждый год в ночь Песаха, это когда был исход из Египта, собираются евреи и рассказывают, как это было, чтобы вот передать вот это вот невероятное событие, которое Бог сделал тогда, которое доказывает всему мирозданию, что Бог не просто когда-то его создал, как думали древние греки, и потом оно пошло само по себе. Нет, Бог присутствует здесь, он постоянно здесь находится и может там менять даже законы природы. Вот это был исход из Египта, и каждый Песах, это в ночь 14 на 15 Ниссана, собираются евреи по всему миру и вспоминают, как это было. Это называется пасхальная ночь. И вот, значит, там есть 4 сына, 4 сына, и там написано, что есть сын вот этот насмешник, и написано, что ему нужно выбить зубы, да? Но для чего? Он же от этого, ну, как можно там, да, насмешника, что это изменит, да, если я его буду бить? Он что, от этого станет лучше? Нет, он от этого лучше не станет, но на него и нет надежды, потому что надежды на человека, который все, скептик такой, который все может опровергнуть, как ты можешь его изменить? Он, ну, то есть, он, за него не ухватишься. Но почему его надо бить? Потому что наивный сделается благоразумным. Есть люди наивные, и они такие простые люди, они не хотят глубоко вдумываться все, но их жизнью руководит страх и удовольствие. То есть, они простые, таких людей 80%, наверное, они хотят просто в жизни кайфовать и просто в жизни, чтобы не было им больно и тяжело. Если они будут видеть, что зло наказывается, что зло конкретно наказывается, что делать зло – это больно, не обязательно бить напрямую вот этого насмешника, который идет не по законам Бога. Можно просто упомянуть несколько примеров, как, например, за последнее время, вот, там, у меня один знакомый еврей, он был очень богатый, прям очень-очень богатый, он, вот, он духовный, он хороший, он веган. И он, значит, все равно, он работал по субботам, и я когда… Он не был сильно против Торы, вообще он не был против Торы, если честно, да. То есть, просто у него жена не еврейка, он занимается всем, что приносит духовность. Когда я ему говорил, давай наденем тфелин, давай, давай мезузы, давай. Вот тут у него мезуза, тут у него фэншуй, тут у него, знаете, это фэншуй, тут у него, там, воскурение, тут у него то, то есть, он по всей духовности проходил. Ему так везло, ну, капец, как ему везло, да. А потом бах, и в субботу, вот, как раз начался, было у него, там, в субботу одно мероприятие, и он все потерял сейчас вообще, ну, в долгах, и все ужасно. Это что я делаю? Я с ним лично, я с ним не буду так разговаривать, с ним он как раз относится к третьей категории, которая в этом, в этом отрывке, есть третья категория умных людей, им надо доказательствами говорить, да, то есть, с ними надо говорить интеллектуально, но есть насмешники, их надо бить. Для чего? Для того, чтобы наивные, они испугались, и тогда что, и сделали с благоразумными. То есть, наивный, он идет по жизни только через страх и удовольствие. Теперь, у вещевая разумного, дальше написано, ленавон, есть люди разумные, я уверен, что все, кто меня сейчас слушает, вот Борис Малеров, например, ну, то есть, все люди, которые меня слушают, разумные, то есть, вас включает интеллект понять, разобраться и так далее. То есть, не будет человек просто так сидеть утром, и, значит, вместо того, чтобы идти там куда-нибудь в кино или там, я не знаю, куда еще ходят утром, кроме в кино, сидеть и напрягать голову, чтобы понять притчи царя Соломона, да. Так вот, у вещевая разумного он поймет наставление, то есть, разумный, но таких людей, которые тянутся к духовности, к знаниям, их там 10%, да, вот эти вот наивные, на них можно повлиять только через страх, но лучше пугать не их самих, чтобы не оттолкнуть, а их пугать тем, что происходит с насмешниками, ну, с теми людьми, которые явно такти занимают активную позицию со стороны зла. И тут вот такая педагогическая методика царя Соломона, то есть, насмешников, те, кто активно идут против Торы, против Добра, их надо бить наивным, нужно показывать, как им плохо, вот тем вот насмешникам. А разумные люди, они будут смотреть на доказательства и понимать. Да, привет из Харькова, Зерновая, привет, привет. Хорошо, теперь дальше. И последний сегодня отрывок, давайте мы пройдем. Значит, тут дальше нам показывается тоже опять педагогика, идет чистая педагогика. Значит, говорится в 26-м отрывке так. Мишадет Аф, Явриах Эм, Бен Мавиш, Умахпир. Значит, разоряет отца и прогоняет мать. Представьте, разоряет отца и прогоняет мать. Сын позорный и бесчестный. То есть, тут есть такая, нам показывается такая интересная история, что вот здесь ребенок, да. Вообще, в принципе, воспитывать, конечно, лучше начинать с детских лет. То есть, мы уже все взрослые, но очень важно именно с детства правильно воспитать ребенка. Вот ребенок, допустим, он пошел по неправильному пути. Он пошел по неправильному пути. Вначале же это все идет легко, так по чуть-чуть, да. Какие-то там фильмы запрещенные, какие-то музыка. Потом пошел гулять, потом ночью не пришел. Потом связался с плохой компанией, там, ну и так далее, и так далее. И я помню, когда учился в спортинтернате, был один очень мальчик из хорошей такой семьи, такой интеллигентный мальчик, он там был, играл в гандбол. И он связался с борцом, с мальчиком из плохой семьи. А у того был друг вообще мальчика без семьи, бандит такой, знаете, ну такой прямо вот, ну злодей-злодей. И вот, значит, этот мальчик из хорошей семьи, у которого был друг из не очень хорошей семьи, связались с бандитом, который был, ну зло в чистом виде. И они вместе пошли пить пиво, и меня звали, а я не пошел. И они пошли пить пиво, потом там они с кем-то познакомились, пошли к тому домой, и вот этот, который был злодей, он убил того, с которым они пили пиво, зарезал с целью ограбления. Эти двое просто присутствовали при этом, но когда в дверь начала ломиться милиция, они все выпрыгнули из окна и пошли в бега. Их искала очень много милиция, потому что тот, кого они убили, был какой-то там родственник генерала милиции. И, значит, потом их всех поймали, и по полной программе. Их так там посадили, ну очень сильно. Что из этого мы видим? Что все идет постепенно, да, то есть зло, оно не так прыжками идет, идет постепенно. Теперь царь слава дает нам пример, как повлиять на такого сына. Значит, как только сын начинает идти в плохую сторону, ему нужно сказать, смотри, к чему это приведет, показать ему конец пути. Что значит, раззоряет отца, прогоняет мать. То есть у них, у отца и матери такого сына начинаются конфликты, и отец может развестись с матерью, так пишут наши комментаторы. Он ее выгоняет. Поторе, если он ее выгоняет, он ей выплачивает к тубу, то есть при разводе он ей дает какие-то деньги, которые обещал при свадьбе. И, значит, получается, что сын своим поведением делает так, что мать выгоняют из дома, отец теряет деньги, и он, получается, разваливает всю семью своим вот этим плохим поведением. То есть это как раз 26-е продолжение педагогики, что сына надо напугать, показав ему последствия того, что будет. У детей, кстати, у них очень сильно, вот, у них интеллект еще не развит, он не может ими управлять. Ими управляет страх, желание получить удовольствие. То есть у них такой достаточно разболтанный интеллект, поэтому нужно влиять на него с помощью тех вещей, чтобы его направить на правильный путь. Нужно влиять на него с помощью тех вещей, которые его пугают. И тогда он пойдет по правильному пути, закрепится на нем, и потом будет всю жизнь благодарен. Все, вот такой у нас сегодня был педагогический в основном урок. То есть, если взять все сегодняшние отрывки, то это было противление о том, как воспитывать разные типы людей с разными типами восприятия, и дальше, как воспитывать детей и причинно-следственная связь в человеке. То есть, если человек начал день, как сделал зарядку, поучился, сделал какие-то упражнения, то есть одно за другого цепляется, да? То есть, и нужно понимать свою природу, своего интеллекта. Интеллект легкий, он легкий, он такой... Нет вещи, которые может уставить перед желанием человека. Имеется в виду, что захотеть человек может все, что угодно. Его мысль летает туда-сюда, туда-сюда, вообще во все стороны. Поэтому интеллект легкий, но тело, которое должно реализовать этот интеллект, оно тяжелое, и оно идет по своим законам. И нужно... То человек, который разбирается в этой, во всей истории, он начинает управлять собой, наблюдать за собой, и с Божьей помощью побеждает. Вот такие вот выводы я сегодня сделал для себя. Очень интересно прочитать ваши выводы. И давайте будем распространять знания. Значит, если вы, кстати, не нажали еще на страничке ВАИКРА, что вам она нравится, нажмите, пожалуйста, что уже осталось чуть-чуть, до пяти тысяч человек, пять тысяч уже будет большое количество нас, да? Самых разумных, самых умных, самых продвигающихся людей. И ВАИКРА, это переводится слово ИВОЗВАЛ. То есть наша задача, как портала, да? Так как то, что мы хотим сделать, Вадяков Шадатин, Влад Косов и все, кто здесь присутствует, мы хотим распространять знания о Боди, чтобы люди больше на эту тему думали, как бы заполнить интернет. Поэтому делитесь уроками, делитесь своими выводами, делитесь теми статьями, которые вам нравятся. И с Божьей помощью, чтобы было у нас у всех все хорошо, чтобы было браха, благословение, успех, здоровье, счастье, деньги. В общем, все, чтобы было хорошо. Все. Хорошего дня. Всем пока. Пока.